Всем привет! Сегодня будет видео о беременности, в котором я немножко расскажу о каких-то мелочах, о каких-то хитростях, которые помогают скрасить период беременности, немножко упростить течение беременности. В общем, невозможно сформулировать нормальными словами то, что я хочу вам рассказать. Но я просто начну рассказывать, и поверьте мне, для кого-то это точно окажется полезной информацией. Я, как всегда, со своей волшебной книжкой, чтобы ничего не забыть, что я хочу сказать. Девочки, те, кто сейчас ждут малыша, я надеюсь, что вы чётко даёте себе понять то, насколько нам повезло быть беременными в век информационных технологий, в век, когда можно всё найти вот здесь и сейчас. На рабочем столе у меня есть папка, в которой у меня всё то, что касается беременности. Моё самое любимое приложение называется «Счастливая беременность», в котором по неделям распределена вся информация, и каждый день выдают что-то новое. То есть сейчас я могу посмотреть, как развивается мой плод, какой вес у плода примерный, какой рост, какие органы сейчас у него развиваются, функционируют. В общем, вся информация, которую можно вообще узнать о ребёнке, вот всё это здесь есть. Также здесь написано о том, что стоит, чего стоит ожидать, какие анализы рекомендуется сдать. В общем, вся информация, которую необходимо знать. Здесь можно измерять свой живот, заносить это всё в какие-то таблицы. Можно фиксировать посещение врача, можно включать таймер схваток уже, то есть в родовом процессе. Список вещей, которые необходимо взять в роддом, график набора веса. Далее, здесь помимо русского приложения, у меня есть английское приложение на английском языке, которое мне нравится ещё больше, чем «Счастливая беременность». Оно более полноценное, но оно менее красочное, что ли. Оно такое, если вы говорите по-английски, то это классно, то есть вам очень повезло. Если вы говорите только по-русски, то «Счастливой беременности» вполне хватит. В общем, приложения все, они, конечно, показывают мне мой срок в днях, в неделях, показывают мне, сколько мне осталось до родов, когда у меня предположительная дата родов. Всё, всё это, то есть вот замещает полностью врача. Мне нет необходимости звонить врачу и что-то спрашивать, там какое-то волнение, что-то, что-то. В общем, всё это сейчас можно найти в телефоне, и это классно. А помимо приложений для айфона, которые я очень-очень рекомендую всем, кто ждёт малыша, помимо приложений есть ещё YouTube. И YouTube чем хорош? Есть такие же, значит, несущие полезную информацию люди, как я, например, и они обязательно что-то вот... Может быть, они как-то вас успокоят, какие-то чьи-то видео, да? Если у вас есть какая-то, не дай бог, проблема, да, или что-то вас волнует, вы переживаете, вы просто ищите на YouTube видео, вы обязательно найдёте видео на интересующую вас тему, и вы обязательно найдёте всю информацию, которая вам нужна. Просто она будет скорее или от врачей, или она будет от тех, кто этот момент пережил, или тех, кто этот момент переживает. Поверьте, если вы будете это делать, вам будет намного легче. Смотрите, у меня сейчас срок 18-19 недель, но я не набрала в весе. Вы мне не поверите, но это нормально. Дело в том, что я не буду сейчас точно вводить цифры какие-то, просто я скажу, что, по-моему, на начало беременности, на самое-самое начало, я весила где-то 61 или 62 килограмма, то есть, ну, я как бы прибавила весе значительно за последний где-то год, наверное. А потом, когда я забеременела, я стала резко убавлять. Почему? Потому что это некоторым роде стресс, стала питаться более какой-то нормальной пищей, потому что у меня каждый раз вот какое-то хлебобулочное изделие или что-то у меня вызывало дискомфорт жуткий в кишечнике, и я старалась кушать хорошую, правильную, сбалансированную пищу. И вот с начала беременности я скинула почти 5 килограмм. И сейчас, то есть, я сначала скинула резко, а теперь я начала набирать. Бытует такое мнение, что ребенок получает питательные вещества, витамины, микроэлементы и все, что ему нужно, исключительно из того, что мы едим. Ну, нет. Ребенок питается через плаценту, все это прекрасно понимают. А получает все витамины через кровь. Вот я не знаю, кем нужно быть для того, чтобы питаться настолько правильно, настолько сбалансировано, чтобы все витамины и микроэлементы, которые необходимы ребенку, вы поглощали каждый день вместе с пищей и потом впоследствии передавали их ребенку. Нужно пить витамины. Витамины правильные для беременных, которые обычным людям не полагаются, потому что они слишком много в себе содержат витаминов и микроэлементов. Ребенок, если он не получает достаточное количество микроэлементов и витаминов из крови матери, он начинает забирать их из наших тканей, то есть забирать наше. То есть кальций, например, вымывается из костей очень часто у беременных женщин, потому что недостаточно его ребенку. То есть у ребенка все будет, если есть у вас где взять. Есть такая вещь у многих беременных женщин, как пристрастие к чему-то, и даже не у многих, а практически у всех. Вот я могу сказать, что сейчас у меня, грубо говоря, 4,5 месяца. Я хочу сказать, что за все это время у меня было пристрастие только к двум вещам. К кабачкам и к чесноку. Вот кабачки с чесноком, это было просто что-то ум отъесть просто. Но больше у меня не было никаких пристрастий ни к запаху, там, не знаю, картошки сырой, да, к грибам соленым или к чему-то такому. Дело в том, что когда женщина вдруг неожиданно чего-то сильно хочет, это всех умиляет, естественно, да, это забавно, когда женщина сказала, что, боже, я сейчас хочу, я не знаю, тыкву, вот, ну, очень хочу, все, вот, мне надо. А дело в том, что это просто звоночек о том, что организму не хватает какого-то элемента срочно, ему нужно. И это не значит, что у беременной женщины в голове тараканы, нет. Это значит, что беременной женщине необходим какой-то витамин. И просто, вы знаете, я не чувствую пристрастия в принципе ни к чему. Да, у меня изменились немного вкусы. Какие-то вещи, которые я раньше совсем-совсем не любила, сегодня я очень сильно люблю и с удовольствием кушаю. А не нужно набивать каждый день свой желудок всем, что есть у вас в холодильнике. Это только лишь вам навредит. Это навредит вам, во-первых, что вы наберете лишний вес. Поверьте, что 10 килограмм набрать за всю беременность, да, это нормально. Для кого-то норма 25 килограмм. Это ненормально, я считаю. Потому что женщина должна все-таки разум не терять. Она должна понимать, что набирая вес сама, она раскармливает ребенка. Потом, во-первых, сложно родить. Приходится прибегать к кесарево сечению. Сложно дышать. Потом сложно постройнеть. В общем, кошмар. Зачем есть много, если можно просто немножко себя вот привести как-то в какой-то разум и понять, что все можно решить рационально, без таких крайних мер, как смятение всего, что есть в вашем холодильнике, шкафу, антресолях и где угодно. Да, еще, вот начиная с такого срока, как у меня, то есть, ну, в принципе, начиная, да, с середины второго триместра, что я рекомендую? Я рекомендую общаться со своим животом. Вы знаете, каждый раз, когда я общаюсь со своим животом, общаюсь со своим ребенком, мне очень спокойно. И мне постоянно хочется плакать от счастья, потому что я, это невозможно передать словами. Просто когда вы действительно чувствуете ребенка в своем животе, вам кажется, что как-то вот весь мир в гармонии. Вы разговариваете со своим животом, включаете звуки природы на ночь. Это очень-очень умиротворяет, и просто все тело чувствует какую-то вот действительно гармонию. Слушайте музыку. Не нужно слушать Моцарта, если вам Моцарт не нравится. Не надо, зачем? Если мне не нравится слушать оркестровую музыку, хотя, знаете, есть рекомендации такие, да, беременному женщину нужно слушать классическую музыку. Вы должны слушать ту музыку, которая доставляет вам непосредственно удовольствие. Потому что вот эти фибры вашей души, фибры вашего мозга, которые испытывают счастье, вот эти все гормоны счастья. Когда вы слушаете любимую музыку, вы испытываете счастье. Когда вы кушаете любимую пищу, вы испытываете счастье. Когда вы, я не знаю, снимаете видео, смотрите любимый фильм, любимый сериал, гуляете, что-то, что-то, вы испытываете счастье. Все это гормоны, которые также передаются ребенку. Это же понятно, что ребенок тоже будет чувствовать себя счастливым, если вы будете чувствовать себя счастливой. Это очень важно просто вот это понимать. Не нужно делать то, что вам вот сказали люди, да, извне. И вы сразу побежали и сделали. Неважно, нравится вам это или нет. Вот если вам сказали, вот ты сейчас должна пойти и там вот что-то сделать. И вы идете и делаете, но вам это не нравится. И вы думаете, ну зато ребенку хорошо. Ну нет, ребенку будет хорошо только тогда, когда вам будет хорошо. Кто-то считает, что беременность это какого-то рода болезнь, которая очень-очень сильно ограничивает женщину во всех аспектах нашей жизни. Это тоже полная ерунда, потому что кто-то считает, что нельзя, например, громко разговаривать. Вот, например, нельзя, да, чтобы кто-то громко кричал. Нельзя ездить в метро, потому что там шум. А нельзя немножко там пробежаться, ну, как бы в пределах разумного, да. Никаких физических нагрузок. То есть не нагрузок, никаких физических упражнений. Совершенно. Не дай бог вы присядете, все. Нельзя, там, я не знаю, духи, нельзя, маникюр, то есть вообще ничего нельзя. Ну, это тоже как-то все, наверное, глупо. Я делаю все практически то же самое. Ну, так как я не курю и не пью, в принципе, по жизни. Ну, так как я не курила и не пила до беременности, соответственно, сейчас меня нисколько не напрягает мое положение. И да, для тех, кто любит выпить или покурить сигарету или что-нибудь еще, им, наверное, тяжело. Но, вы знаете, что-то в жертву приносить нужно. Но вот я хочу от себя сказать, что не нужно думать, что беременность – это все. Это вы должны одеть в скафандр и лечь. Нет. Живите так, как вы жили, так, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Я уже сама забыла, с чего я начала. И я поняла, что в этом видео я сказала все, что я думаю о беременности. Всем огромное спасибо за просмотр. Я очень рада, что вы были со мной сегодня. Увидимся очень скоро. Пока.